Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. Дорогие мои братья и сестры во Христе, Господь грядет, Его время пришло. Грядет лев из колена Иудина, грядет царь славы. И мы продолжаем ожидать, когда Сам Господь сойдет с неба, с силой которой Он действует и покоряет Себе все, и восхитит любящих Его. Вчера, 29 сентября, было полнолуние, которое названо урожайным полнолунием. И в полнолуние начинается праздник Суккот, а в притчах в 7 главе сказано о возвращении мужа ко дню полнолуния, придет домой ко дню полнолуния. Сегодня, 30 сентября 2023 года, наступает праздник Суккот, первый день праздника Кущей, который продлится 7 дней до 7 октября. Из заката 7 октября до заката 8 октября, с субботы на воскресенье, наступит 8 особый день Шмини Ацерат. И мы говорили, что в последний день Суккот все решения, принятые в дни суда, от Роша Шана до Йом Кипура, вступают в свою законную силу. Именно о 8 дне Шмини Ацерат мы поговорим сегодня еще более внимательно и подробно. Это тот восьмой последний великий день праздника Шмини Ацерат, о котором сказано в 7 главе Иоанна. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Эти слова могут говорить о восхищении, когда в этот торжественный день все, кто жаждет, оживут и взойдут к нашему Господу. Праздник кущи – это праздник палаток, шатров – это скиния. Потому что скиния с древнегреческого – скине – это шатер, палатка, куща, обитель. И в Откровении 21.3 сказано «Се – скиния, шатер, палатка, жилье, обиталище, Бога с человеками, и он будет обитать, раскинет шатер с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Во второзаконии сказано «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое изберет он, в праздник опресников, в праздник седмиц и в праздник кущей». Иисус Христос в первое пришествие исполнил праздник опресников, когда в Песах он был распят и воскрес. Иисус исполнил праздник седмиц, когда в Пятидесятницу на учеников сошел Святой Дух. И следующий праздник, который Он исполнит в свое второе пришествие – праздник кущей, Когда в восьмой день, Шмени Ацерет, произойдет торжественное собрание, торжество. В прошлой программе мы читали важное место из Второзакония 31.10. И завещал им Моисей и сказал, по прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник Кущей. По прошествии семи лет происходило освобождение, и происходило оно в праздник Кущей. Мы знаем, что в 2014-2015 годах была тетрада кровавых лун, которая выпадала точно на Песах и Суккот. Песах и Суккот – это два зеркальных праздника. В Песах 2014 года, 15 апреля, была кровава красная луна. В Суккот 2014 года, 8 октября, была кровава красная луна. В Песах 2015 года, 4 апреля, была кровава красная луна. И в Суккот 2015 года, 28 апреля, была кровава красная луна. Отчитаем от этого семь лет. По прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник Кущей, говорит закон. По прошествии семи лет, происходило освобождение, и происходило оно в праздник Кущей. Праздник Кущей – это восьмого от тетрады кровавых лун года. То есть, в праздник Кущей 2023 года, возможно, произойдет освобождение. И торжественное собрание происходит в последний, восьмой день праздника – Шмени Ацерет. Семь дней длится праздник Кущей. Как сказано в законе Моисея, «Праздник Кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь сгумна твоего и источила твоего – это пшеница и вино. И веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левиты, пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. Семь дней праздную Господу, Богу твоему, на месте, которое изберет Господь, Бог твой. И Иисус сказал о законе. Не думайте, что я пришел нарушить закон, или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Во второе пришествие Господь исполнит осенние праздники. И, конечно, последний праздник Суккот. И, конечно, последний великий день праздника, восьмой Шмени Ацерет, о котором сказано «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иисус был зачат во время Хануки и рожден через девять месяцев, сорок недель или двести восемьдесят дней, в первый день праздника Суккот. На восьмой день Суккот, Шмени Ацерет, младенец Иисус, был принесен в храм, обрезан и посвящен Господу. И на восьмой день ему было дано имя Иисус, о чем подробно сказано во второй главе Луки. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Мы будем смотреть на образность этого праздника, как это относится к нам сегодня. По прошествии восьми дней Суккот, Шмени Ацерет, в последний великий день праздника, всем, кто во Христе, будет дано новое имя. Как сказано в Откровении, дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. При восхищении, когда наши тела будут преображены в прославленные, подобные новому телу Иисуса Христа, нам будет дано новое имя. Теперь посмотрим на образ, показанный нам, когда в последний, восьмой день праздника Суккот, Шмени Ацерет, Иисус преобразился перед учениками. Об этом сказано в Луки 9, 27, 30, где сначала Иисус говорит, «Говорю же вам, истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Некоторые сегодня не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие при восхищении. Возможно, именно в Шмени Ацерет, восьмой и особый день праздника Суккот, в который Иисус преобразился, и о котором сказано дальше. «После сих слов, дней через восемь, это и есть Шмени Ацерет, взяв Петра и Иоанна Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Иисус преобразился именно в восьмой день, Суккот, Шмени Ацерет. Одежда его сделалась белую, блистающую. Произошло преображение и изменение его тела из плотского в прославленное. Одежда здесь греческое слово «иматистос». А всем побеждающим с ним обещаны белые одежды «иматион». Побеждающий обречется в белые одежды «иматион леукус», в одежды, подобные одежде прославленного Иисуса Христа. На восьмой день праздника Суккот Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна и взошел на гору. Следующий прообраз. Петр же и бывшие с ним отекчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. Христиане, которые сегодня спят и не хотят даже слышать о том, что Господь грядет, и считают это выдумкой и безумством, христиане, которые сегодня спят и не хотят даже слышать о восхищении, пробудятся только тогда, когда готовые преобразятся и будут восхищены. Дальше, следующий прообраз. Это Луки 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленный от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Иисус воскрес в первый день недели, рано-рано утром. Когда они заглянули внутрь, тела Иисуса там не было. Песох и Суккот – зеркальные праздники. Возможно, что 8 октября, воскресенье, в первый день недели, рано-рано утром, тело Иисуса Христа, Его невесты церкви здесь уже не будет. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, Он воскрес. Что вы ищете живого? Здесь греческое слово «зао» – «жить», «ожить». Это же греческое слово «зао» используется, когда в 20 главе Откровения сказано про участников первого воскресения. Они ожили, «зао» – «ожить» и царствовали со Христом тысячу лет. Возможно, что 8 октября, восьмой день праздника Суккот, в первый день недели, в воскресенье рано утром, 8 октября, тело Христа и Его невесты церкви здесь уже не будет. Мы оживем и будем восхищены. Интересно, что этот день, 8 октября 2023 года, может состоять из четырех восьмерок. 8 октября. Октябрь получил свое название от латинского «Окто» – «8». Вот уже две восьмерки. 2023 год – это восьмой год от Кроваво-Красной Луны, от 28 сентября 2015 года в Суккот. И воскресенье – это восьмой день после седьмого, после субботы. Еще один прообраз из 24 главы Луки, где в 34 стихе сказано, что «Господь истинно воскрес» и явился Симон. Имя Симон соответствует еврейскому имени Симеон. Это одно и то же имя – греческое Симон и еврейское Симеон. Где мы встречаем имя Симеон? Во второй главе Луки, когда на восьмой день Суккот младенца Иисуса принесли в храм, чтобы обрезать плоть и посвятить Господу. Так и наши тела из плотских изменятся и будут посвящены Господу навечно. Там мы видим Симеона, и это следующий прообраз церкви, потому что Симон и Симеон – одно и то же имя. Симеон может быть прообразом церкви, которая освобождается и отпускается, на которой Дух Святой. Дух Святой был на Симеоне. Дух Святой привел Симеона в храм. Симеон первым увидел Иисуса, и мы восхитимся в встретении Господу на воздухе. Дух сказал Симеону, что он не увидит смерти, прежде чем увидит Христа. Я прочитаю этот отрывок о Симеоне. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, да коли не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. Дух Святой привел его в храм. Так и нас Дух Святой приведет в храм Господень, в его небесное царство. Тогда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. Это произошло на восьмой день праздника Кущей, в Шмени Ацерет. Потому что родился Иисус в первый день Суккот, праздника великой радости. Итак, Симеон, он взял Иисуса на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром. Ныне освобождаешь меня». Греческое слово «аполео» или «аполио» – «отпускать, освобождать, прощать, уходить, удаляться». «Ныне отпускаешь раба твоего, Господь, в день освобождения, в праздник Кущей, по слову твоему с миром». Греческое слово «иерене». То же, что используется, когда Иисус говорит, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». «Шмени от церкви, освобождаешь раба твоего с миром. Ибо видели очи мои спасение». Греческое «сотериус» – «спасение твое». Наши глаза увидят спасение Иисуса Христа, когда мы будем освобождены в этот восьмой день. Спасение, которое ты уготовил пред лицом всех народов, всех людей. Поэтому возможно, что восхищение увидят. Следующий прообраз церкви, который описан в седьмой главе Луки. Когда Иисус прощает грешницу, Он говорит ей «прощены твои грехи, иди с миром». И эти же слова, которые сказал Симеон, «ныне освобождаешь, рабатывая его с миром». Иисус прощает грехи и долги этой женщины, и освобождает ее. Седьмая глава Луки говорит о женщине, которую простил Иисус, которая есть прообраз церкви. «И став позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами, и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие, за то, что она возлюбила много». Нам прощаются все грехи, потому что мы возлюбили Иисуса Христа всем своим сердцем. Ей же сказал «прощаются тебе грехи». Это освобождение. Он же сказал женщине «вера твоя спасла тебя, иди с миром». Иисус простил нам наши грехи, потому что мы возлюбили его всем своим сердцем. «Вера наша в Иисуса Христа спасла нас. Иди с миром». Он прощает ей все долги и освобождает ее. «Иди с миром». «По прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущей», — говорит закон. Интересен переход из 7 главы Луки в 8 главу, и переход из 7 главы Иоанна в 8 главу. В конце 7 главы Луки сказано о грешнице, про образе церкви. Он же сказал женщине «вера твоя спасла тебя, иди с миром». И в начале 8 главы сказано о царстве Божьем. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя царствие Божие. И с ним 12. После восхищения мы уже всегда с Господом будем. Теперь конец 7 главы Иоанна и начало 8 главы Иоанна. В конце 7 главы сказано о последнем, великом дне праздника кущей, Шмени Ацерет. В последний же, великий день праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Это восхищение всех жаждущих и желающих. Кто верует в меня? У того, как сказано в Писании, «из чрева потекут реки воды живой». Это их преображение в Царстве Божьем. Последняя фраза 7 главы. «И разошлись все по домам, и пошли каждый в дом свой» в греческом. «Где наш дом?» Как говорит Павел. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует, и покоряет себе все». 7 глава Иоанна, где сказано «Ошмени Ацерет», оканчивается словами «И пошли каждый в дом свой». По прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущей. Как же начинается 8 глава Иоанна? «И Иисус же пошел на гору Илеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему». Греческий перевод говорит «На заре же опять прибыл». Греческое слово «парагеноме» – «пребывать», «приходить», «являться». «И весь народ пришел к нему». Пришел греческое слово «эрхума». «Рано утром на заре явился Иисус, и весь народ его пришел к нему». Поэтому грядущий праздник, восьмой день Суккот, праздник Акуши, может быть именно тем днем, который все возлюбившие явления Иисуса Христа ждут уже так давно. Восьмой день Суккот, Шмени Ацерет, который наступит в первый день недели, с субботы на воскресенье, седьмого на восьмое октября 2023 года. Я показывал скриншот Септуагинта, где сказано о последнем, восьмом дне праздника Акуши. «День восьмой, избранный, святой будет вам, исход есть». В этот день Иисус был принесен в Иерусалим, обрезан и посвящен Господу. И в этот день наши плотские тела могут быть преображены и восхищены в новый Иерусалим. В этот день Симеон, на котором был Святой Дух, был по вдохновению приведен в храм и увидел Иисуса Христа. Это была встреча, встретение с Господом. И как сказано, что мы будем восхищены в встретении с Господом на воздухе. Возможно, в этот день и мы увидим, встретимся с нашим драгоценным и долгожданным Иисусом Христом в Его совершенном царстве. И об этом восьмом дне Симеон сказал, ныне отпускаешь, освобождаешь раба твоего с миром. В этот восьмой день Иисус преобразился, и мы можем быть преображены и восхищены. Все эти прообразы дают нам великую благословенную надежду, что совсем скоро мы увидим нашего Господа Иисуса Христа и уже всегда с Господом будем. Многие сегодня говорят о переносе осенних праздников на месяц вперед. И вы знаете, что я тоже раньше много раз думал и говорил о такой возможности. И эти размышления были основаны на пребывании Солнца в созвездии, которые соответствуют каждому еврейскому месяцу. Но как я уже говорил, наверное, месяц назад или чуть больше, узнал, что еврейский месяц начинается тогда, когда молодая луна входит в созвездие, которое ему соответствует. Я проверил, может ли в таком случае быть смещение на месяц вперед. Проверил весь 2023 год. И могу сказать, что не может. Есть месяцы, когда происходит новолуние, но луна уже находится в этом созвездии, еще до новолуния. А такого быть просто не может. Поэтому думаю, что все нормально. И мы сегодня действительно вступаем в праздник Кущей, Суккот, который наступает во дни полнолуния. Праздник великой радости. Ведь, возможно, совсем скоро мы своими глазами увидим Господа Иисуса Христа и славу Его, как великого Царя. Возрадуемся и возвеселимся. И воздадим Ему славу. Потому что за 7 лет, во время праздника Кущей, будет собран урожай от Церкви. Ведь Суккот – это окончание сбора урожая. На этом время Церкви и время благодати окончится. А через 7 лет, также в праздник Суккот, в дни великой радости, будет собран и последний урожай от Израиля. О чем и сказано в конце 24 главы Матфея. И в Откровении в 19 главе об этом празднике в великой радости Суккот сказано «Возрадуемся и возвеселимся». И воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И возможно, что, как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Когда Бог в 7 главе Бытия за 7 дней до потопа открывает Ною и говорит «Войди ты, и все семейство твое в ковчег». А через 7 дней воды, потопы пришли на землю. Возможно, что за 7 дней до нашего восхищения Бог наконец открывает нам день, когда это может произойти. Мы ходили туда и сюда по всем праздникам Господним, по Его назначенным временам. Песох, Шевуот, праздник Труб, Йом-Кипур в прошлом году, и потом снова Песох, Шевуот, праздник Труб и Йом-Кипур в этом году. И вот теперь праздник Кущи, 8-й год, в который должно произойти освобождение по закону. И только в 3-й Моядин по закону весь мужеский пол должен был являться пред Господа в Песох, Шевуот и Суккот. Иисус исполнил свое первое пришествие в Песох и Шевуот, а во второе исполнит Суккот, праздник Кущи, Скинии. И особо сказано о 8-м и последнем великом дне праздника Шмени Ацерет, который в этом году состоит из 4-х восьмерок, когда из 7-го года мы войдем в 8-й. В вечность и бесконечность. И уже всегда вечно с Господом будем. Рано утром, на рассвете первого дня недели, по Иерусалимскому времени, это может произойти. И потому я хочу ободрить вас и сказать, что сегодня, при окончании всех осенних праздников Господня, которые тесно связаны между собой, мы находимся в супер-высочайшем сезоне ожидания нашего Господа и долгожданной встречи с Ним. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Праздник Субкот – это окончание сбора урожая, когда за все время церкви будет собран урожай тех победителей, которые своей верой и своей жизнью с Иисусом Христом победили мир. Иисус говорит в Откровении, «Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Значит ли это, что если будешь бодрствовать, то узнаешь? Павел говорит, что мы, братья, не во тьме, чтобы день застал нас, как тать. Мы не во тьме, потому что пребываем во Христе, который есть истинный свет. Мы пребываем во Христе в полном единстве с Ним и между собой. Мы размышляем и ищем истину. Мы видим и верим, что время Господа пришло. Потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И потому будем готовы. Внезапно придет жених, и готовые войдут с ним на брачный пир, и двери затворятся. Мы живем просто в уникальное время, которое еще никогда раньше не было. Возможно, что мы живем в самые последние дни перед восхищением и встречей с нашим Господом и Спасителем. Пусть же проснутся от сна те, кто еще спит, и пусть пребывают в полной готовности те, кто уже проснулся. Да будут чресла наши припоясаны и светильники горящие. Вся слава Богу Отцу и Господу нашему Иисусу Христу, возлюбившему нас, омывшему нас и искупившему нас от всех грехов своей крови. Господь грядет, Его время пришло. Маранафа. Мы верим, любим, ждем, надеемся и каждый день призываем Его. Восхищение так близко. Будьте благословенны, мои братья и сестры. Не теряйте веры и надежды. Бодрствуйте и будьте готовы сегодня и завтра и в следующий день. Не переставайте ждать Его и верить. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»